На чемпионате мира в Катаре определены три новых участника одной восьмой финала. Сегодня матчи провели группы С и Д. Франца уступила своей бывшей колонии Тунису 0-1. Только представьте, Тунис каких-то 66 лет назад был частью этой страны. Но вернёмся к нашей игре. Хазри из Монпелье после перерыва подарил надежду африканцам. Вышедший на замену Гризман на восьмой добавленной минуте сравнял, но его гол отменили из-за офсайда. Стоит сказать, что тренер гальских петухов оставил в запасе лидеров Мбаппе и Гризмана. Правда, Келян вышел на замену. Тунис оказался непростым соперником. В истории противостояний из пяти игр французы одолели их всего лишь один раз, и трижды была ничья. Тунис после победы над действующими чемпионами вышел на второе место в группе и ожидал результата параллельной игры. Австралия минимально обыграла Данию 1-0. Команды играли расчётливо, не рискуя, порой очень закрыто. Но на 60-м минуте Мэтью Лекки из Мельбурн-Сити в одиночку продавил защиту и катнул мяч мимо Шмейхеля. Как не вспомнить их последнюю встречу на чемпионате мира 2018 года, завершившуюся ничью 1-1. Кристиан Эриксон и Эдди Нак забили по голу. Таблица. Франция и Австралия выиграли по два матча и пробили следующий раунд. Их соперников узнаем в конце выпуска. Тунис и Даня заканчивают выступление. Таким образом, турнир покинула 10-я сборная рейтинга FIFA. Друзья, чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Это значит, что самое время сейчас зарабатывать. Телеграм-канал Утка Геймс даёт на каждый матч чемпионата бесплатный прогноз. То есть каждый день по 4 прогноза. Поэтому заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. В группе С определены соперники Франции и Австралии. Аргентина взяла реванш у Польши за поражение в 2011 году. На 38-й минуте Честный потянул пенальти рекордсмена Месси. Дело в том, что Лионель сыграл 22-й матч на чемпионатах мира и установил рекорд сборной. У Марадонны был 21 матч. На 58-й секунде второго тайма МакАлистер из Брайтона вывел Али Беселесты вперёд. Али Варес из Манчестера Сити сделал счёт 2-0. Несмотря на этот результат, это полный разгром по моментам. Поляки ни разу не пробили в створ ворот. Саудовская Аравия проиграла Мексике 1-2. Невероятная Мексика за первый тайм нанесла 11 ударов. Реальный шанс имел игрок Пинеда, но вратарь парировал его удар с лёта. Североамериканцы взялись серьёзно за дело только после перерыва, когда в течение пяти минут отметились Мартин из Клуба Америка и Чавес из Пачуки. На пятой компенсированной минуте Аравия забивает мяч и перечёркивает даже математические шансы Мексики на выход. Напомню, в далёком 1999 году команды пересекались в последний раз. Мексиканцы победили тогда со счётом 5-0. Таблица Аргентина выиграла группу 6 очков, Польша и Мексика набрали по 4 очка, в плей-уф вышла команда Ливандовского. Саудовская Аравия, которая вначале всех удивила, занимает последнее место. Франция в 1-8 финала сыграет с Польшей, Аргентина сразится с Австралией. 1 декабря футбольный праздник продолжится матчами Хорватии, Бельгии, Канады и Марокко. Начало встреч в 18-0-0. В 10 вечера по Москве начнут Япония и Испания, а игру Коста-Рики и Германии впервые в истории турнира обслужит женщина. Что вы об этом думаете? Лучше бомбардиры и ассистенты. Валенсия-Эквадор, Мбапе-Франция, Гаг по Нидерланды, Решфорд-Англия забили по 3 мяча. Кейн-Англия дал 3 передачи. На данный момент в плей-уф вышло 12 сборных. Сборная Франции, Бразилия, Португалия, Сенегала, Нидерландов, США, Англия, Австралия, Аргентина и Польша. Друзья, уже последовала первая отставка тренера. Главный наставник иранцев Кейруш покинул свой пост после вылета сборной. Ставьте класс, услышимся на спортивном.